За жизнь человек производит несколько тонн отходов. В Великоусевском районе ТКО без разделения складируется на свалке в районе деревни Коробейниково. Стекло и пластик, дерево и железо, кирпич, аккумуляторы, покрышки и многое другое. У каждого вида отходов свой срок разложения. Жестяная банка полностью исчезнет за 90 лет. Губка для мытья посуды за 200, а детский подгузник за 500. Быстрее всего разлагаются книги и газеты. Два года. Листья деревьев за 1-3 месяца. Пищевые отходы разлагаются за 2-3 недели. Но многим видам ТКО можно вернуть вторую жизнь. Переработке подлежат почти все виды пластика, стекла, бумаги и многого другого. Но перед этим ТКО должно пройти сортировку. Сортировать можно на любое количество фракций. Здесь большое влияние будет оказывать на этот процесс конъюнктура рынка вторичных отходов. То есть, будут готовы перерабатывающие заводы УКИ принять у оператора будущего комплекса. Все современные муссоперерабатывающие комплексы сегодня оснащены линией сортировки. В Велико-Осевском районе 40% твердых коммунальных отходов пойдет на сортировку и вторичную переработку. Те отходы, которые не перерабатываются, но могут послужить еще человеку, например, отходы лесопереработки, на площадку компостирования. Компост будет использоваться для рекультивации, существующей в Коробейниково свалки. Называются те отходы, которые после сортировки не подлежат вторичному использованию. Видите, здесь вот одна захватка такая уже отработана. И компостом, который на площадке компостирования образовался, в общем-то, уже засыпана сверху. В дальнейшем она озеленяется. И с течением времени вот этот навал твердых коммунальных отходов, пересыпанных слоями грунта, возвращается, в общем-то, в исходное состояние, на котором могут расти любые виды деревьев, кустов, трав, всего прочего. То есть рекультивация, она и подразумевает развар, в исходное состояние. Опасения, которые высказывают жители Великоустюгского района, что на будущий комплекс по переработке ТКО повезут отходы с осенних районов, а то и областей, не подтвердилось. Новая территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами не предусматривает размещение чужого мусора на территории Великого Устюга. В дальнейшее время практически завершена работа над разработкой новой редакции территориальной схемы по обращению с отходами. Буквально в середине ноября у нас он будет размещен на сайте. И до конца года однозначно будет подтверждена правительством и принята к исполнению. Да, подтверждаю, новой террасхемой не предусмотрено ввезение каких-либо отходов с территории других муниципальных образований. То есть, в самом деле, концепция меняется. Отходы, образованные на территории муниципального района, остаются в самом районе. Перед строительством комплекса участок, который подобран для его размещения, пройдет не одну серьезную государственную экспертизу – от инженерной до экологической.